РАДИО СВОБОДА 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 небесного государства и, соответственно, когда милиционер был его единственным истинным представителем, можно сказать, рыцарем, медиатором между небесным государством и земным. Есть метафизика в допросе. Вот, скажем, наш милиционер, а вот преступник, например. Их стол зеленый разделяет, а что же их объединяет? Объединяет их закон, над ними царствуя победу. Не через стол ведут беседу, они ведут через закон, и в этот миг, как на иконе, они не здесь, они в законе. И второе. Вот, говорят, милиционер убийцы был, но нет, милиционер убийцы не был. Милиционер Константин между землей и небом, как частный человек, возможно, он убил. Все не случайно в этом мире. Убийца послан, чтобы убивать, милиционер, чтобы законы воплощать. Но если он в мундире убивает, не государство он законы подрывает, но тайные законы мироздания. Метафизического он достоин наказания. Вот такие очень серьезные стихи нет. Между прочим, когда я их первый раз прочла, это было, наверное, начало 90-х годов, если я правильно помню, то впечатление-то было, что это стихи иронические. Но сейчас вообще все это совершенно серьезно звучит, все это абсолютно такая серьезная роль милиционера. Вот эту странную метафизическую функцию милиционера в русском обществе Дмитрий Александрович Пригов уловил. Но, впрочем, я тут вспомню и Пелевина, который говорил о внутреннем менте. Если я правильно помню, он говорил, что существует такой внутренней структуры в человеческой психике, называется внутренний мент. И вот она как-то следит за тем, чтобы человек вел себя прилично. Итак, дорогие гости, почему милиционер занимает такое важное место в русской культуре? Начиная от, даже не только от Дяди Степы, но от стихов о крокодиле Корнея Чуковского, стихи Маяковского. Затем такая блистательная роль охранителя закона во всей советской литературе. Потом, в конце 80-х, вдруг начинается такое низвержение образа милиционера. О том, как образ милиционера выглядит в 90-е, я надеюсь, мы поговорим. А сейчас вдруг опять возврат к образу милиционера, как некой нравственной надежде и опоре. Кто первый готов высказаться? Виктор Матизон. Напомнил бы историю. Во-первых, я отвечаю только за кино в этой дискуссии. В советском кино милиционер был представителем государства, что совершенно точно подчеркнуло в словах Дмитрия Александровича. То есть за ним всегда стояло государство, он в качестве такового и воспринимался. В отличие, скажем, от западного кино, где следователь, полицейский отправила одиночка, действующий на свой страх и риск. Это началось еще даже с Шарлока Холмса. Вообще все их агенты как бы одиночки. Наш милиционер этим принципиально отличался. За ним всегда стояла несогрушимая сила государства. Это всегда подчеркивают, часто даже непосредственно. Вначале он получал задание, а в конце он докладывал или говорил, служу Советскому Союзу. Этим как бы исчерпывалась его функция. Значит, позволялись как бы некоторые отклонения от положительного образа милиционера, скажем. Но тогда обязательно нужно было бы противопоставить несколько, так сказать, вольничащим милиционерам, милиционерам сугубо положительного. Это классический фильм, место встречи изменить нельзя. Существовало совершенно четкое цензурное указание. Ни один милиционер и ни один работник правоохранительных органов в Советском кино не мог быть показан в смешном и унизительном положении. Я буквально цитирую не инструкцию, а как бы протест главного управления милиции против фильма «Тема», где милиционер был показан Сергеем Никоненко и Глебом Панфиловым именно в таком якобы смешном и унизительном положении. С начала перестройки, когда государство отпускает вожжи и, можно сказать, рушится, наступает совершенно другой период. Значит, на место государству приходит мафия. Что такое мафия? Это коррупция. То есть милиция начинает быть сращенной с преступностью. И, собственно говоря, весь пафос перестроечного кино – это указание на то, что у нас нет никакой милиции, у нас нет никакой охраны, мы совершенно беззащитны против мафии. А мафия – та же самая преступность, теряя милиция. Этот период проходит в середине 90-х годов и теперь начинает такое постепенное возвышение роли милиционера, но уже немножко в другом качестве. Милиционеры к нам приближаются. И первым это почувствовал сериал «Менты», где, менты, вообще говоря, как бы, ну, свои, наши люди, соседние. Просто они делают свое дело, хорошо его делают, и благодаря им мы можем чувствовать себя в относительной безопасности. Ну, процесс, действительно, продолжается, но я так полагаю, что это не бесконечно, потому что, как бы, в свободной культуре на каждой сюжете всегда находится противосюжет. Коррумпированная милиция была, есть и будет оставаться героем экрана. Если взять один из наиболее успешных коммерческих фильмов нынешнего времени – это «Антикиллер». Там, собственно говоря, нет никакого нормального мира вообще. Там есть только менты и представители преступного мира. Больше никого нет. Единственная старушка, которая там появляется, как бы, наш представитель, она ворует у убитого милиционера авоську с продуктами. Но это, как бы, уже рецидив. Это игра. Это не воспринимается даже серьезно. Это просто такие, как бы, значит, законы жанра. А в «Перестовичном кино» это было бы совершенно серьезно. И зрители шокированные выходили из зала, и вообще выходили из кино. — Спасибо. Я бы вот как раз хотела спросить людей, которые являются непосредственно ментами. Прошу прощения. Значит, Алексей Николаевич Клинцов. Мне всегда было страшно любопытно узнать у нормального милиционера, что он думает про сериал «Менты» и «Улицы разбитых фонарей». — Давайте начну с фильма «Метод 3 изменить нельзя». — Давайте. — Это гениальная книга, гениальный фильм. Дело в том, что многие талантливые, опытные соскари, этот фильм, когда он впервые вышел, сказали, что этот фильм является великолепным пособием начинающим сыщиком. Потому что авторы подвели такую работу, кропотливую, по собиранию реальной жизни и реальной работы по расходу преступлений, что этот фильм является учебным пособием. Я не беру эпизод с пособием кошелька. Там гораздо больше менее ярких эпизодов, но позволяющих именно научиться работать, тому кто хочет научиться работать. — Каких, например, особенно, так сказать, технологических? — Когда же Глопникова учит Шарапова, как беседовать с преступником. У Шарапова, если вы помните, он был во время разведчик, и он знал, если ты немец, значит ты враг. И мы тебе ставим к стенке, и ты рассказываешь. А здесь русский, твой же гражданин, и если ты знаешь, что он вор, он не может доказать, то он не вор. И к стенке его поставить нельзя, потому что он наш гражданин с нашим паспортом. Нужно доказывать кропотливо, что через суд прошло, что он вор. Только тогда он не сядет. И вот там подробно разжевывается механизм, как преступнику не рассказать то, что ты знаешь, но расколоть его. Это рассказанное в книге и фильме просто гениально. Рекомендую, перечитать-то забыл. По поводу ментов. Если вы помните, что первые фильмы снимались по сценарию Кивинова, потом появились другие авторы, когда вышла самая первая книга Кивинова, вам называлась она «Кошмар на улице Стачек», это был 96-й год. Кивинов – это питерский мент, известный человек, он бывал в Москве. Так вот, когда вышла первая книга, сначала оперативные сотрудники в восторг читали друг друга, отнимали эту книгу. Но потом возникло мнение, что книгу надо запретить, сделать ее для служебного пользования только для сотрудников милиции, слушателей академии и так далее, и так далее. Потому что там слишком много правды о реальной работе милиции, которые не следовало бы доводить до общего сведения. То есть открывается слишком много методов оперативной работы, которые, в общем-то, засекречены. То есть есть совершенно секретные приказы в МВД, которые регламентируют оперативную работу сотрудников милиции. Они совершенно секретны. И методы работы категорически запрещают освещать в прессе вообще где бы то ни было, в трудных местах. То есть выходцы из сериала абсолютно достоверные, могут служить прям пособием. Что не фильм, то прям пособие для милиции. Но вот именно в ментах, в ментах, были немножко так шторка приоткрыта, что как на самом деле работает милиция. Но это еще раз пересмотреть. Это тоже неважный момент. Этого тоже, вероятно, нельзя раскрывать, да? Вероятно, да. То есть система правоохранительная, она хороша тем, что методы работы все-таки в тени. Если методы работы все-таки будут знать, то будет намного труднее преступников просто ловить. Это как раз там то место, где гласность не нужна. Алексей Николаевич, ойли, ойли. Я думаю, что простой постсоветский гражданин и советский, он просто не раз в жизни сталкивался с милицией. Я не знаю, ситуация-то самая банальная. Вот того, как, например, ограбили мою квартиру, да, и пришли ребята работать в этой квартире, и до того, как моих друзей останавливают на улице и требуют у них паспорта, и забирают в милицию, если кто-то не зарегистрирован. Я думаю, что это никакая не тайна. Не влияются данные и законы, по которым должна работать милиция. Но методы работы именно оперативных подразделений должны быть в тайне. Извините, когда, например, работала все, так сказать, оперативные службы страны по Норд-Осту, я был в курсе, потому что там как-то и мое участие было небольшое. Если бы преступники знали все методы работы не только милициями, но и других служб по Норд-Осту, то, возможно, был бы другой исход. То есть было бы больше спасенных или погибших? Вы знаете, вот давайте не будем этим обсуждать, потому что, ну, действительно, это трагедия. И лично мое мнение, что могли погибнуть все. То, что спасли хотя бы большую, заметьте, часть, это уже подвиг. А скажите, пожалуйста, вот уже, коли менты уже в обиходе, все понятно там, что именно, вот на ваш взгляд, хоть какую-нибудь деталь, которую не надо было раскрывать публике? Вот именно в деталях я бы не хотел говорить. Ну, вы уже все равно все видели эти методы? Да нет, слава богу, уж хоть не заметили. Не все все замечают. Я имею в виду методы оперативной работы. Как? Вы знаете, как шутят сыщики вообще? Что в море есть такое понятие сыщик на земле. Это сотрудник уголовного розыска, работающий в одном из отделений милиции и имеющий в своем распоряжении квадрат местности с тяжелыми домами и жителями, там каким-то производством может быть. И он на этой территории является суперполномоченным уголовного розыска. Так официально называют что-то. Это не участковый? Нет, нет. Участковый уходит в форме. Участковый теперь тоже полномоченный, называется раньше был инспектор. Это сотрудник уголовного розыска. Опера шутит так, что опер должен быть на месте преступления за 15 минут для его совершения. То есть он должен знать, что происходит в нём на территории. То есть вся Москва поделена на участки, везде и вот такие есть оперы? Да, конечно, конечно, да. Кроме того, например... По всей России, так? Да, по всей России. Это мировой принцип, совершенно верно. Я был в Америке, я ходил там по полицейским участкам, общался, у них тот же принцип. То есть, например, если рядовая кража там из шкафчика уборочек 4 рублей из кармана, этим занимается вот оперполномоченный низшего уровня в отделении милиции. Если убийства, уже подключается уровень там управления, где есть уже так называемый убойный отдел, который занимается только убийствами, но уже на большей территории, уже округ или там управление внутренних дел. Кроме того, в море есть там много отделов, которые занимаются там кражами, разбоями, убийствами и так далее. И эта структура, в общем, воспроизводится во всем мире примерно вот... Примерно так, да. Спасибо Алексею Клинцову. Я передам слово Виктору Матизуну и напомню, что у нас все-таки тема сегодня это милиционер как русский народный герой. Я просто должен констатировать, что в таком случае, исходя из этих многочисленных запретов на показ чего-то и кого-то, получается так, что ни одному фильму, вернее, ни одному криминальному фильму нельзя доверять в плоде того, что там показано то, как все это реально происходит в действительности. И стало быть, нужно вешать что-то вроде предупреждения. Министерство юстиции предупреждает, что ни один воровской прием и ни один милицейский прием не годится для копирования. Это опасно для вашей работы. Я бы сказал так, что перед обычным фильмом, вот в советские времена, была заставочка «Мют на две». Художественный фильм. Художественный, ну вот да. Я просто констатировал, какого направления эта художественность. Ну, извините, пожалуйста, вспомнил фильм «Досед дактив» Дубровского с Карачинцевым, который гениально сыграл свою роль. Вот он там бегает с пистолетом. Причем один у него теряется, тут же появляется новый пистолет. Это сказка. Естественно. Это сказка. Это известно. Да, у них вставят стреляют по тысячу раз без перезарядки. Да, примерно то же самое. Но это классика. Ну, понимаете, детективам в России, частным, как мне, например, не положено быть огнестрельное оружие. По закону не положено. Считают, что безопасная работа, оружие не нужно. Какой же вы герой после этого народа. И все-таки совсем непонятно, почему именно милиционер становится этим спасителем нации и русским народным героем. Вот есть как бы очень простое объяснение. Рушаил, представитель Совета Безопасности, в свое время сказал, что это пошло со времен Щелокова. Просто выделялись большие деньги деятелям культуры, и они очень охотно стали принимать участие в известных этих концертах в Дню милиции, которые пышные были очень. Огромное количество было средств вложено в фильмы, в литературу. И, может быть, все очень просто. Нет, вот позвольте с вами не согласиться. Здесь нет никакой метафизики. Я думаю, что как раз именно метафизика и есть основной. Милиционер – это человек, стоящий на границе между культурой и некультурой, хаосом. Это не только российская, собственно говоря, тенденция. Во всем мире, почему к риме – это самый завлекательный, интересный элемент вот этой большой системы кинопроката. по той причине, что именно вот милиционер, его, неважно, полицейский, он стоит на грани того… Нет, там, где кончается общество, человек, культура, и начинается хаос, беспредел, ужас. И вот милиционер является, собственно говоря, личностью, как раньше говорит Рикстер, он элемент обоих миров. Этим он и интересен. Я не знаю, как это в действительности, но во всей литературе он этим интересен. Он странен тем, что он, являясь в наш культурный мир, может нам поведать о том беспредельном мире, а являясь в тот беспредельный мир, он является культурным героем, который несёт туда закон, порядок. Это и интерес. Собственно, это всё другое уже, там, так сказать, технология, методика, а это и есть метафизическое значение. Милиционер ли там, как он называется, полицейский, кто угодно. Но ведь я же сейчас беспредельная сфера, такие, как, например, чрезвычайная ситуация, да, и почему не спасателю, доблестному из ведомства, министра Шойгу, не стать бы этим пограничником. Это с безличной природой связано. Это там селе, катастрофа. А здесь сталкивается с природой человека, который вдруг оказывается беспредельной. Потому что это происходит. Скоро каждый день. Да. И это... И вот это... Он сталкивается с той человеческой стороной, которая сама есть беспредельная. Вот он посередине между человеческой организованной природой и человеческой природой, тянущейся к хаосу. Спасибо. Для смещения вот этой границы и как бы основной сюжет перехода от советского к постсоветскому кино. Спасибо. Это были Дмитрий Прегов и Виктор Матизин. Я напомню, что в эфире «Свобода» в клубе АГИ и наша сегодняшняя тема «Милиционер как русский народный герой». Кто готов высказаться далее? Я все-таки позволю себе заметить, что не только милиционер у нас является культурным героем, но и преступник. Потому что колоссальный успех фильма «Брат и брат 2» свидетельствует о чем? Кто там, собственно говоря, герой? Ну, если даже добавить, можно бригаду еще, да? Бумер, самый успешный в прокате фильм. Кто, собственно говоря, у нас народный герой? С одной стороны преступник, с другой стороны милиционер. Так вот речь идет о том, что... Это Бонни и Клайд, это вообще мировая традиция. Нет, как раз сейчас министр собирал кинематографистов и литераторов и сказал, что как раз эту тенденцию надо переломить, в конце концов. Он прочитал 200 книг и сказал, что из них 197, по-моему, главный герой был преступник. Я думаю, что ему надо было читать мои стихи. Игорь, только скажи, пожалуйста, какой министр? Министр внутренних дел, да. И зло. Да, он же и руководитель нашей основной партии. У нас Сергей хотел высказаться, оперативный сотрудник МВД, послушав наши речи, решил наконец сказать свое веское слово. Благодарю вас, Алёна. Здесь прозвучала интересная фраза в стихах. Такое сочетание милиционер и преступник. Если это будет так, если будет вот эта тенденция идти дальше, то действительно мы придем к хаосу. Не может милиционер сесть с преступником. Нет, там же ситуация допроса описывается. Преступника. Преступника может определить только суд. Вот это тот небольшой нюанс, который очень здорово... Я только хочу заметить. Это было написано в 70-х годах, когда преступник уже определялся в момент его задержания и выступления государственных деятелей. Вот это вот оттуда идут наши корни. Не может милиционер считать... Если он будет считать преступником, значит, он уже не милиционер. Он не сделает своего дела. Ему нужно доказать, собрать доказательства. Который суд... Вот здесь кончается милиционер как народный герой. Да... Начинается будни. И начинается просто технология какого-то дела. Да, и... Мы обожаем милиционерское кино, между прочим. У них огромное количество фильмов, посвященных именно вот этому. Надо доказать. У нас это совершенно... Милиция... Сотрудник милиции это рабочий материал. Скажите, что это работник, который выполняет свою работу. Если он выполнил хорошо, суд признает его действия нормальными и признает, что это преступник, год, а это человек преступник. Если милиционер не сработал хорошо, но... Спасибо. Сергею, у нас двое хотят высказаться. Аня Данковцева и Алексей Клинцов. Давайте даме дадим высказаться. Я сейчас как раз слушала уважаемых профессионалов. Я действительно отношусь с большим уважением к вашей работе. И я, мне кажется, поняла, где народный герой появляется. Значит, есть две стороны дела. Это вот само дело, которое в принципе геройское, так или иначе. Человек рискует своей жизнью, и это его профессия. То есть, изо дня в день, как другой человек приходит чиновник на работу, этот приходит рисковать своей жизнью. И это одна сторона, это герой. А есть еще вторая сторона, она чисто мальчишеская. Простите меня, господа мужчины, но очень вы любите вокруг себя создавать тайну. Но я насчет Норд-Оста абсолютно согласна, что в тот момент, когда проводилась эта операция, было преступлением показывать ее. То есть, именно в тот момент, когда человек мог оценить, вот тот человек, который захватил, мог оценить и сделать какие-то противодействия. Но когда уже это осталось позади, вы как профессионал ведь согласитесь со мной, что на самом деле каждая новая ситуация, каждая новая операция требует нового подхода. Вы наверняка не берете «Ах, вот тогда-то в 1972 году мы захватывали это, и сейчас мы сделаем то же самое». Ничего подобного, правда? То есть, все, что описано из прошлого, оно уже не столь актуально. А если оно актуально, значит, его уже знают все. Как методы всех спецслужб, например, правда? Существуют какие-то хрестоматейные методы, которые уже знают все и которые уже никто скрыть уже не может. Так вот, я хотела просто сказать, ну, это как бы такая шутка немножко, что когда вы говорите, что не смеете о нас писать, и действительно все пугаются, кто-то там не разрешает, там нельзя писать вот это, нельзя описывать это. Образуется такой ореол тайны, который вот к геройской работе и добавляет вот это вот, то, что и делает, ну, народным героем, вот если хотите. Вот что я говорю. Ну, по крайней мере, да, вот эта тайна, это элемент мифологического отношения к милиционеру. То есть, когда человек просто герой, а как бы, то он, ну, этого как бы недостаточно для того, чтобы он стал художественным героем, да, но если это еще постоянно окружено некой тайной, то, в общем, все шарлы... Это ведь не случайно работе... И не случайно, но ведь руководство, руководство министерства избрало для, там, борьбы с коррупцией внутри своего ведомства, да, название «Оборот не в погонах», да, и в этом есть тоже что-то фольклорное и есть некая мифология. Почему, собственно, мы и назвали эту программу «Русские народные герои»? Потому что «Оборот нет» это же откуда-то оттуда, лешие там, да, какие-то... Нечто сказочное. Вот я предлагаю к этой теме вернуться во второй части программы «Свободы» в клубе АГИ. Милиционер как русский народный герой. Мы продолжим после новостей. Радио «Свобода» в социальных сетях Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте Последние публикации и открытые дискуссии Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети Для всех, кто любит и не любит свободу В эфире архивный проект «Радио «Свобода»» на этой неделе 20 лет назад У микрофона Иван Толстой «Свобода» в клубе АГИ Милиционер Свойством внушать что-либо обладают только талантливые вещи Либо вещи, которые построены на страхе Я не говорю там о власти над собой Когда мы потребляем некое произведение искусства то оно может нам что-то внушить только когда оно талантливо А талант – это всегда камертон Состояние души общества Всегда Не важно, что он при этом Продуцирует бригаду Да, или кубанские казаки Если в обществе есть ниша для этого Есть место для этого мифа То он войдет туда мягко, как по маслу А если в нем нет Ты хоть делай ментов чертями с рогами Это не войдет туда А вот можно одно замечание Но очень небольшое А вот как тут быть все-таки С таким никуда не отменяемым вопросом А ответственность художника Настоящий художник, он всегда плачет по счетам На самом деле Кто его государство привлекает к ответственности С другой стороны, его привлекает к ответственности Его слой Жена Вот я думаю, что вот это МВД На самом деле мы в каком смысле Сейчас все обсуждаем то, чего никто не видел Кроме нашей жизни Авторские намерения Как бы уже есть некая декларация принципов И честно говоря, она несколько настораживает То есть когда вы заведомо и заранее говорите О том, что вы снимаете доброе кино И о том, что вы будете идеализировать образы милиционера Это очень сильно настораживает Свобода в клубе АГИ Милиционер Ведут передачу Елена Фанайлова и Игорь Мартынов Впервые в эфире 10 ноября 2003 года Говорит радио Свобода В эфире Свобода в клубе АГИ Милиционер как русский народный герой Можно сказать, что эта тема не случайно возникла А была навеяна праздником, профессиональным днем милиции В нашей программе участвуют люди, которым есть что сказать по этой теме Дмитрий Александрович Пригов, автор бессмертного цикла стихотворений о милиционере Анна Донковцева, автор детективных криминальных романов Виктор Матизон, президент гильдии кинокритиков Сергей, действующий сотрудник Министерства внутренних дел И Алексей Николаевич Кремцов, руководитель одного частного детективного агентства в Москве Ведут программу Игорь Мартынов и Елена Фанайлова И у нас есть вопрос из публики, а собственно публику представляют наши друзья и коллеги с Радио Свободы Вот у Марьяны Тарачешниковой, ведущей программы «Правосудие» Жены милиционера и дочери тюремного врача Возник вопрос ко всем собравшимся На самом деле тема передачи это Милиционер как русский народный герой А на мой взгляд милиционер сейчас, он кто угодно Он комический персонаж Он оборотень в погонах Он борец с преступностью, но он не герой Потому что вот в моем детстве героем был дядя Степа Такой большой добрый дядька, которому когда страшно, можно прийти Сейчас все дети боятся милиционеров Когда им становится страшно на улице Они не пойдут жаловаться к дяденьке милиционеру, что их обижают Наверное, сами милиционеры должны как-то об этом задуматься Но тоже не задумываются И всем тоже глубоко наплевать Если раньше милиционер был тот человек, который поможет бабушке перейти через дорогу В том числе, как Тимура, ведь они только ловят преступников То сейчас вот этого почему-то не происходит Дмитрий Пригов Действительно, это такой миф Это очень жестко связано с конкретной социально-политической структурой государства Которая была в то время Тогда же был и такой же идеальный образ чекиста К которому подойди, он тебя спасет Но, как правило, не ты подходил, а он Тебе подходил совсем с другой целью Милиционер был народный герой только тогда, когда государство имело черты и образы тотального, высокого, небесного государства В этом отношении он был герой в том же смысле, как древнерусские герои, которые сражались с трехглавыми чудищами Они стояли на той же границе сохранения человека от нечеловеческого Сейчас государство изменило Раньше было государство тотальное и насильственное Сейчас государство манипулятивное и соблазняющее Это и государство, и общество Посему милиционер обрел черты элементов в структуре этого государства Одного из элементов И нисколько не основного выразителя этого государства А черты соблазнительности, вот я могу сказать, что я живу напротив высшей школы милиции в Беляево Там появилось огромное количество девушек И в мундирах они смотрятся исключительно эротично И я думаю, как это личное замечание, но я думаю, появление женщины в милицейской форме на улицах города Действительно, в какой-то мере, отменяет тему милиционера как вот такого мифического героя Это милиционер, который такой же наш действительно согражданин, соплеменник Выполняющий определенную функцию Но вот в форме он выполняет функцию именно разграничительную Что можно, что нельзя, но не больше Ну а что думают сами милиционеры по этому поводу? Сергей, пожалуйста Вы знаете, не все всегда освещается в прессе И наши герои тоже не всегда представляются в новостях, в интересном, неинтересном свете Но просто из моей практики, я могу сказать, в случае, когда раскрытие одного из преступлений А я отношу это к одним из самых тяжких преступлений, похищения ребенка Нам помогли дети Может быть, с нашей стороны это было жестоко Потому что мы просили помощи у ребенка, который сам был похищен И родители в свое время это скрыли Позже уже выяснилось, что преступники были те же самые У ребенка был психологический срыв тяжелый Но тем не менее он стал с нами разговаривать И это помогло раскрыть преступление второе, которое надеялись также провести То есть дети идут к нам навстречу Может быть, не так вот радостно Но когда людям плохо, все-таки они приходят к нам Дяденька милиционер, он большой, взрослый, страшный дяденька в погонах И, естественно, если он еще объяснит, как нужно И расскажет, что вот такое страшное преступление Ему пойдут навстречу не только дети Но сами дети не идут за защитой к милиции Но даже не только дети, люди сейчас очень редко обращаются за защитой к милиции А в начале 90-х годов вообще все проблемы решались на уровне разборок внутренних Позвонить тому-то, попросить того-то К сожалению, это реально, с бандитом тоже обращаются с просьбами Это мы тоже знаем И если мы будем одни без вашей помощи, мы эту ситуацию не переломим Как бы нас не было много, МВД очень большая структура Без помощи народа мы ничего не сделаем Это банальная прописная истина, которую везде все повторяют и говорят Ну это действительно так Как раз вы знаете, в этом направлении делаются какие-то чрезвычайные шаги Сейчас есть при Министерстве внутренних дел Академия управления Она разработала брошюру такую, которую должен прочитать каждый милиционер, насколько я знаю Она называется «О правилах поведения с гражданами» То есть и с преступниками в том числе Там замечательный цитат такой, я приведу из этой брошюры «Никогда не пытайтесь состязаться с нарушителем в остроумии и сарказме» «Никогда не угрожайте нарушителям, не раскрывайте перед ним своих намерений В отношении принимаемых к нему мер» Там замечательных, много всяких То есть постепенно лепится тот самый положительный образ Там замечательно еще о задержании говорится Что вы должны несколько раз человеку сказать, что вы, собственно, от него хотите И только после этого, может быть, применить какие-то другие меры Я хочу сказать, что Министерство во главе со своим министром Как раз предпринимает шаги в том, чтобы опять создать вот этот образ дяди Стёпа О котором мы сейчас ностальгируем Аня Данковцева хотела что-то сказать Я просто хотела сказать, что на самом деле бесполезно, даже бессмысленно Пытаться вот одной единственной организации что-то сделать в этом направлении Вот ситуация такова У нас накопился большой потенциал недоверия правоохранительным органам за 70 лет Простой народ, если можно говорить о простом народе Ну, как бы обыватель, да Он вообще в кучу в одну смешал все И ментов, извините, и чекистов, и всех-всех-всех Вот для него они все представители органов власти Которые там репрессируют или каким-то образом там могут наказать Вот этот вот потенциал недоверия особенно себя проявил Когда случилось вот то, что называли перестройкой И когда, на самом деле, вот эти расплывчатые законы Когда каждый человек, в принципе, мог и преступником оказаться Они остались еще, вот те старые законы И в новой ситуации обращать, ну, допустим, там у кого-то, у какого-то бизнесмена Который сам еще не знал, вот он имел дело с долларами, да И еще была эта вот 88-я статья И, допустим, его, что называется, подставил партнер И в такой ситуации, когда его могут посадить Он обращается, естественно, не к милиционеру, а обращается к бандитам Как к альтернативе Ну, то есть я хочу сказать, на самом деле, что ситуация такова То есть это не, там, конкретные люди, может быть, виноваты Или это так же бессмысленно, как, например, когда министр внутренних дел говорит Что давайте мы сейчас будем снимать фильмы только о хороших милиционерах Это массовые тенденции, а фильмы – это сны человечества Вот человек, как бы, неволен в снах, и точно так же он неволен В своем кинематографе Да, вот человечество невольно в кинематографе Тенденции, которые появляются, они не подчиняются человеческому сознанию Они пруды с бессознательного Считает Анна Данковцева Небольшое замечание Мне представляется, что это, как бы, представление о том, что все раньше говорили Дядя, подойди к милиционеру Вообще это просто говорит о том, что мы и действительность воспринимали через некоторый миф Вообще это миф из детских книжек Мальчик, подойди к милиционеру, он тебе поможет Это приключения, травки, там вот были такие замечательные книги В действительности никаких, так сказать, не было, подойди, детка, к милиционеру Точно так же, как сейчас Кто-то подойдет, кто-то не подойдет Но вот это очень важно, что восприятие прошлого, где милиционер играл, как бы, в мифе этом самом совсем другую роль Хотя реальность могла быть вполне, как бы, схожей с нынешней Виктор Матизин, пожалуйста Кино только с одной стороны отражает коллективно и бессознательно Одним из важнейших характеристик отношения народа к милиционеру являются, на самом деле, анекдоты Все вы прекрасно помните анекдоты позднего советского времени Где милиционер представлен очень тупым существом Это, в общем-то говоря, было совершенно не случайно Когда у нас появятся анекдоты, где милиционеры выступали в других ипостасах И проявляли какие-то другие характеристики Мы, наверное, тогда и поймем, что у нас действительно изменено соотношение к милиции Спасибо, Виктор Матизин и Алексей Клинцов, пожалуйста Я три года работал в патрульной постовой службе На улице стоит человек в форме, опоясанный пистолетом, радиостанцией и свистками И стоит на самом видном месте То есть вокзалы, магазины, станции, метро И именно тогда я на себе испытал, что огромное количество людей обращаются по самым разным вопросам Как куда проехать, куда ходит такой автобус, где чем торгуют Но вместе с тем, уже чисто по профессии Люди приходили, например, вот там, вы знаете, мы несчастные советские женщины Мы стоим в очереди за колбасой А вот там пришла стая цыган из потушков Которые стоят около прилавка Оттесняют задницами, пардон, советских русских женщин И скупают, входя по кругу, огромное количество колбасы Это было правда, да Вот цыганские женщины, они работали так всегда И надеюсь, что мои слова не будут остолкованы к разжиганию межнациональной розни И мне приходилось просто, например, появляться где-то в больших магазинах на моей территории И этих цыган просто, говорит, так вот, быстренько построились И на выход пока по-хорошему И они слушались И бывало, что я срывал аплодисменты зала торгового Вот так вот, милиционер, как русский народный герой Вот жизнь Сейчас пеших по труле практически в Москве нет Но только в самых рудных местах И, как правило, это срочная служба То есть молодые юнцы, совсем вот 18-летние Которые только получили форму, у них нет оружия Они еще ничему не обучены Они ходят по двое И, в общем, практически пользы от них мало, конечно Мало То есть добрые тенденции конные патрули, кажется, стали возрождаться Хотя конюшни легендарные на улице Викторенко, к сожалению, по-моему, прекратились Вот то, что на Динамо приезжали И мы поставили специальные шинили, которые расстегиваются сзади полностью до поясницы Чтобы уже было верхом сесть Ну мы, наконец, дождались продюсера Евгения Гинделеса и режиссера Владимира Ильича Галькова Они только что закончили сериал под названием «Москва. Центральный округ» Который будет в эфире НТВ в начале декабря Дело в том, что сценарий сериала «Москва. Центральный округ» был написан еще до того, как возникла история с ментами И до того, как этот сериал стал известен и популярен И в какой-то степени мы, конечно же, учитывали то восприятие, которое на сегодняшний момент сложилось уже Образы милиционера на наших экранах И хотели в этом смысле сказать какое-то новое слово Как раз имело отношение к тому положительному образу милиционера, которого нам всем не хватает и в жизни, и на экране В какой-то степени речь шла о том, чтобы сделать историю не так, как это есть на самом деле А так, как нам хотелось бы, чтобы это было Но подробнее, я думаю, об этом лучше расскажет Володя Щегольков, который, собственно говоря, и приложил к этому самые непосредственные усилия На сегодняшний момент телевидение ни в коем случае не формирует образ милиционера или бандита или кого угодно А наоборот, скорее реализует тот образ, который существует в нации, да, или там в социальной среде в какой-то Телевидение на данный момент, оно реагирует Вот где спрос? Вот появился спрос, да, вот удачно сняли сериал, и он пошел, менты Колоссальный рейтинг, действительно, тут же среагировал и стал выпускать еще, 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 еще подобные сериалы, да Которые находят своего зрителя, интерес не спадает Это говорит о том, что это такая реализация подавленных страхов общества Общество боится той милиции, которая есть на сегодняшний момент Общество хочет увидеть такого милиционера, да, который бы был защитником Был бы, я не знаю, переводил старуху через дорогу, да И телевидение, и сериалы просто-напросто закрывают вот эти социальные страхи И зарабатывание на этом рейтингов, по-другому говоря, денег И в этом смысле я передаю, наверное, слово как раз Жене История просто строится на взаимоотношениях двух основных персонажей Это старый опер, еще, так сказать, вполне наследник советских времен Которого играет Владимир Меньшов И его молодой напарник, которого играет уже ставший за последний год Известный актер Сергей Горобченко, который снимался в фильме «Бумер» И вот на их, собственно говоря, конфликте взаимоотношениях И их взаимодействии с преступлениями, которые они раскрывают И строится, собственно говоря, сюжет всех этих историй Ой, а вы имели в виду Глеба Жеглова и Володю Шарапова Несомненно Несомненно Но проблема в том, что после того, как этот образ будет реализован В этом фильме «Положительный милиционер» МВД поставит некую галочку То есть они как бы образ создали И всегда этот могут предъявить зрителю, как Ну вот же, вот он настоящий милиционер Почему МВД? МВД, мне кажется, не власть Ну а почему власть? Это телевидение Ну мы сейчас говорили о том, что сейчас очень активно власть Как раз собирает деятели культуры И свое видение этой проблемы излагает Видимо, подкрепляя экономически свое видение, я так понимаю Понимаете, в то время, когда мы только это делали Да, запустились эти проекты Это была скорее конъюнктура рынка, а не конъюнктура власти Кино — это такие сны реальных проснувшихся людей И не более чем Речь идет о частной компании Которая по заказу единственного до последнего времени частного телеканала Производит некое зрелище И речь идет о том, что это, конечно, не имеет никакого отношения к... По зову сердцу, я понял К госзаказу Просто речь идет о том, чтобы можно было сделать Интеллигентное зрелище для интеллигентных людей В том числе и промельсионеров Как бы то, что вы заявили, в общем, это на самом деле соцреализм Просто заказ идет и сверху, а снизу Ой, совсем неправильно Это абсолютно жанровое кино Я думаю, что этот фильм будут с удовольствием смотреть дети Каприализм Это безусловно Это даже не каприализм Это действительно абсолютно жанровое кино Которое тяготеет к такой какой-то комедии, наверное, даже что ли Такой детективной Мне даже трудно определить Настолько оно теплое и доброе То, как вы описали Это не, можно говорить, соцреализм или нет Но вот это вот понятие Как должно быть, а не как есть Это типа кубанских казаков Вообще-то По большому счету Я не говорю, что это плохо Но, в принципе, когда вы это делаете Вы должны это понимать И говорить о том, что это некие просто сны В качестве не имеющих никакого отношения к жизни Ну просто так вот Людям типа психотерапевтически На самом деле кино Кино и вообще такие мощные виды искусства Помимо психотерапевтических Они имеют еще и свойства Сугубые свойства внушения Когда вы работаете Вы можете лично говорить, что я вообще ничего не хотел Но, в принципе, вы становитесь Не важно на службу кому Вы становитесь на службу действительно заказа Либо снизу, либо сверху Есть даже такое более тяжеловесное слово пропаганда Можно я скажу? Я просто вот слышала слово внушение Свойством внушать что-либо Обладают только талантливые вещи Либо вещи, которые построены на страхе Я не говорю там о власти над собой Вот когда мы потребляем некое произведение искусства То оно может нам что-то внушить Только когда оно талантливо А талант – это всегда камертон состояния души общества Всегда Не важно, что он при этом Продуцирует бригаду Или кубанские казаки Если в обществе есть ниша для этого Есть место для этого мифа То он войдет туда мягко, как по маслу А если в нем нет Ты хоть делай ментов чертями с рогами Это не войдет туда А вот можно одно замечание, но очень небольшое А вот как тут быть все-таки С таким никуда не отменяемым вопросом Ответственность художника Настоящий художник Он всегда плачет по счетам На самом деле Готово государство привлекает к ответственности С другой стороны, его привлекает к ответственности Его слой Вот я думаю, что вот это МВД На самом деле мы в каком смысле Сейчас все обсуждаем то, чего никто не видел Кроме нашей жизни Адварские намерения, как бы уже есть некая декларация принципов И честно говоря, она несколько настораживает То есть когда вы заведомо и заранее говорите О том, что вы снимаете доброе кино И о том, что вы будете идеализировать образы милиционера Это очень сильно настораживает Давайте спросим все-таки у самих живых ментов, которые присутствуют за этим столом Как они относятся к тому, что их будут идеализировать? Ну, насчет идеализации, это, конечно, может быть и даже перебор Но тем не менее, господа, вы сейчас закладываете свое, даже не свое, а будущее своих детей Кто придет в милицию работать? Эти марсиане не прилетят Американцы вроде тоже как-то особо не горят желанием Европейцы тоже Придут россияне Наши кавказцы И кавказцы тоже Они тоже россияне, они тоже придут работать в нашу милицию Какой вы образ создадите, как вы их настроите Детей, не нас, не наше поколение А те, кому 7, 8, 10 лет Как вы их настроите, так они дальше по жизни с этим настроем пойдут Люди всегда придут, скажут, что мне нужны деньги и ничего больше Форма и деньги Если вы внимательно посмотрите, то мы практически за последние 10 лет не увидим ни одного примера положительного бизнесмена или богатого человека, который был бы на наших экранах И может быть, во многом те проблемы, которые мы имеем сейчас, связаны как раз с этим обстоятельством Причем фильм «Олигарх» можно напомнить Ну, не вполне, скажем так, положительный образ Этот положительный образ должен формироваться, если мы исходим из того, что мы не хотим мириться с той ситуацией, которая у нас на сегодняшний день существует Спасибо, Женя Гинделес, Илья Точкин Вот если ребенок или подросток, ну или даже не подросток, посмотрев ваше произведение с положительными милиционерами, выйдет на улицу, может быть, даже будучи нетрезвым, ну не ребенок, подросток, спросит дорогу у патрульной машины Он спросит дорогу, его привезут, немножко попрессуют, ограбят и выпустят Чему он должен верить? Тому, что он видит на улице или тому, что он видит у вас в кино? Это вопрос на самом деле не совсем ко мне, по той причине, что это вопрос к улице К сожалению, мой опыт общения с милиционерами абсолютно отрицательный В 17 лет я еще верил в дядю Степу и был просто взят по ошибке, отметили инвентуру Мне сказали, извините, а ты нам не нужен, вон отсюда Я лишь схожу из того, что я налогоплательщик, милиция существует на мои деньги, я так считаю В 99-м году Министерство внутренних дел объявило, внимание, премию за формирование положительного образа милиционера у населения За мои же деньги, видимо Вот никому не пришло в голову формировать положительный образ авиаторов Значит, в государстве есть такая проблема, но я не понимаю, почему это нужно делать через искусство Мне кажется, что это надо делать через государство Спасибо, вопрос из публики, пожалуйста, представьтесь Здравствуйте, меня зовут Сергей Как можно объяснить то, что человек, видящий на улице насилие, видящий коррупцию от органов милиции сплошь и рядом Видящий просто невоспитанных людей, потом приходит домой, включая телевизор Там, например, идет телесериал «Менты», где все преступления раскрываются, где люди не берут взяток, где все отлично, все позитивно Может быть, стоит людям от искусства перед начальными титрами к фильму писать, что это сказка Такого в реальной жизни не бывает, мы просим совпадения считать недействительными Так, готова ответить Анна Данковцева Знаете, существует такой психологический феномен Человек видит то, что он может или хочет видеть То есть мы сканируем действительность в соответствии с своими внутренними потребностями или с установками, которые нам дали общество или родители И вот я, например, не могу сказать, что я вот вижу только то, что вы перечислили Нет одной стороны, вообще ни у какого явления И человек, который смотрит, приходит, допустим, который столкнулся с ментом-коррупционером или каким-то другим, он приходит, смотрит менты совершенно абстрактно Не соотнося его с тем, что он видел только что Здравый человек, он знает, что есть и такие люди, есть и такие люди Спасибо, Анна, есть еще варианты ответов Пожалуйста, оперативный сотрудник МВД Меня тоже задерживают и проверяют документы Ну, потом извиняются, но это реальная жизнь у меня также Но, с другой стороны, я должен отдать должное сотрудникам, которые работали в Тошино Как они вычислили эту вторую девушку Это действительно как на охоте верхнее чутье Но по всему она подходила под самую прекрасную студентку, самую успевающую, жизнерадостную Но вот что-то им сказало не так Но об этих ребятах никто никогда не скажет уже Спасибо, у нас есть еще один вопрос из публики Пожалуйста, представьтесь Александра Архипова, филолог Ведь вы спорите о том, что как плохо, когда человек видит суперположительных ментов Смотря в старый фильм или там сериал «Менты» Выходит на улицу, ему грубят милиционеры или ему грабят милиционеры На таком контрасте сверхпозитивного стереотипа и реального негативного случая Позитивный стереотип только лучше усваивается Люди начинают думать, что на самом деле где-то есть эта красивая жизнь Просто вот нам не повезло Когда после Второй мировой войны население Полинезии, население океанина, население голодало Им показывали хорошие американские фильмы голливудские И они искренне верили, что на самом деле хорошая жизнь она есть Спасибо, Александра Виктор Матизин, пожалуйста У меня нет комментариев, просто я хотел предложить нашим слушателям Проголосовать за то, кто из актеров лучше всех в нашем, то есть советском и российском, но сыграл милиционеров Кандидаты у нас такие Владимир Высоцкий, место встречи изменить нельзя Сергей Гармаш, в Рашидовский стрелок Сергей Никоненко, фильм «Тема» Актеры, сыгравшие в фильме «Менты» Актеры, сыгравшие в фильме «Следство ведут знатоки» Михаил Жаров в деревенском милиционере И Валерий Золотухин в «Хозяине тайги» Присылайте нам ответы по интернету Спасибо, Виктор Дмитрий Александрович Пригов Вот эти австралийские аборигены в виде голливудских фильмов Могли поверить, что где-то есть хорошая жизнь Но в принципе, если эти фильмы показывать в течение месяца Но не кормить в течение того же месяца То даже при представлении, что есть где-то прекрасная жизнь Обычно вот этот верюще вымирает Взаимоотношение жизни и иллюзий все-таки не такое простое И, как говорится, жизнь побеждает никому неизвестным способом Спасибо, Дмитрий Александрович Алексей Клинцов, частный детектив Это немножко из социальной психологии Инстинктивно все мы делим людей из нашего окружения на своих и чужих Для гаишника, который вас тормозит Вы являетесь чужим, врагом, потенциальным деньгодателем, нарушителем До тех пор, пока вы не покажете о каком-то удостоверении и старте своим Мораль, если вам хочется жить хорошо Будьте своим всегда И сумейте настроить вашего контрагента в данной конкретной ситуации на то, что вы свой Как вы могли, мы с тобой одна кровь В России до сих пор отношения с представителями закона Это вопрос психологии, но не вопрос прописанной практики Это не вопрос самого закона Анна Данковцева, пожалуйста Милиционер это человек, стоящий на границе между порядком и хаосом При этом он должен представлять порядок Если мы считаем его врагом, значит, соответственно, мы как бы враги порядка И когда у нас порядок был соответствующий То и мы как бы автоматически являлись его врагами Поэтому милиционер был врагом Сейчас мы находимся, ну, как бы внутри хаоса, получается И независимо от того, что будут говорить министры Независимо от того, что будут продолжать делать оборотни там и так далее И тому подобное Я думаю, что чисто психологически вот этот миф внутренний, он сработает И человек будет искать другого пограничника между хаосом и порядком Ну, если хотите, доброго Спасибо, Ань Ну, я бы, конечно, очень бы хотела, чтобы человек не искал, например, на эту роль представителя ФСБ К примеру, представителям МВД слово Ну, почему мы всегда стараемся с кого-то судить? У меня так в очень сложных отношениях с религией Но есть одна заповедь, которую я стараюсь соблюдать Не судить, не судимы будете Судья – это человек, который набрался смелости взять на себя такой груз Я не думаю, что у них спокойные ночи и сладкие сны Тяжелее человеческая работа сказать, ты виновен У меня есть, среди моих знакомых, судьи, которые раньше работали в милиции И работают сейчас с судьями по уголовным делам Эмоционально это настолько тяжело, что имеются проблемы у них в семьях даже Спасибо, это были финальные реплики сотрудников МВД Ну, и теперь представители кино Для меня итог заключается в том, что если мы исходим из того, чтобы стараться строить вокруг себя какую-то нормальную жизнь Конечно, с точки зрения милиции тоже нужно выстраивать правильные взаимные отношения И роль зрелища в этом смысле очень важна и велика Пример американского общества, американского кино и роли полицейских во всей этой ситуации В общем, дает для этого достаточно большое пространство для анализа и размышлений И то, что мы попытались сделать, в общем, в какой-то степени можно это сформулировать так Это была адаптация тех жанровых и дематургических моделей, которые существуют в американском кино и телевидении На наш отечественный материал Посмотрим, получилось у нас это или нет Спасибо Спасибо, Женя Генделес Говорит Радио Свобода в эфире «Свобода в клубе АГИ» Образ милиционера, милиционер как русский народный герой Мы говорили о милиционере вымышленном, о милиционере реальном О том, насколько они похожи друг на друга И этот разговор был, в общем-то, приурочен к дню милиции В разговоре принимали участие создатели этого образа Дмитрий Александрович Пригов, автор проникновенных строк О милиционере советских времен Анна Донковцева, создатель романов в детективах Создатели нового сериала, который появится в декабре на канале НТВ Москва, центральный округ Продюсер Евгений Гинделес и режиссер Владимир Щегольков Также были люди, которые оценивают это со стороны Виктор Матизин, президент гильдии кинокритиков И, собственно, непосредственно участники процесса Независимый участник от правоохранительных действий Алексей Климцов, руководитель частного сыскного бюро Агентства Москве и скромный сотрудник МВД Сергей Ввели программу Елена Фанайлова и Игорь Мартын Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой Редактор субтитров А.Семкин